Всем привет! Могли ли вы себе представить, что в 2018 году можно будет купить настоящий костюм Железного Человека? Или детали к самолету будут печататься на 3D принтере? 2018 год был богатым на действительно прорывные технологические открытия и сегодня я расскажу о пяти самых крутых по моему мнению. И начну со строительства умного района в Торонто. Занимается им дочерняя компания Google Sidewalk Labs. Она обещает превратить заброшенный район в мини-город. Полностью построенный на основе самых передовых технологий. Вся территория будет усыпана датчиками, которые будут собирать информацию о движении автомобилей, уровне шума и загрязнении воздуха. И это еще не все. Основным транспортом должны стать беспилотные автомобили. Архитектура будет выполнена в стиле лофт. Над тротуарами и площадями соорудят автоматические пластиковые навесы, которые должны защищать пешеходов от дождя, а тротуары и велосипедные дорожки будут подогреваться, чтобы на них не скапливались снег и лед. Словом, компания серьезно настроена изменить жизнь людей к лучшему. Также в 2018 году в продажу поступил аналог костюма железного человека. В Лондоне Ричард Браунинг представил свое летающее снаряжение. В воздух человека поднимают пять миниатюрных реактивных двигателей, которые закрепляются на руках и спине. Костюм может развить скорость до 51 км в час и подняться на высоту свыше 3000 метров. При этом расходуется 4 литра топлива в минуту. В целях безопасности Браунинг советует летать в нескольких метрах над землей и не дольше 10 минут. Мне кажется, что на больше просто не хватит топлива. Почувствовать себя в роли Тони Старка можно примерно за 450 тысяч долларов. Сейчас пластиковой вазой, напечатанной на принтере, никого не удивишь. Но в 2018 году начала набирать обороты печать из металла. А она стала относительно дешевым и легким способом изготовления деталей. Один американский стартап начал производство принтеров, которым под силу печать диаметром до 1 метра. Если событием 2017 года был танец тысячи роботов Добби в Китае, то в этом году более 1300 роботов Аптек Альфа 1С поставили новый рекорд Гиннеса. Танцевальное шоу провели в Италии. И следующим желающим побить новый рекорд придется потрудиться. И напоследок расскажу о первом автоматизированном магазине Amazon Go. Может показаться, что это обычный супермаркет, но без касс, кассиров и наличных денег. Их заменяют технологии. При входе покупатель проходит авторизацию с помощью QR-кода в мобильном приложении Amazon. Система контроля распознает покупки и добавляет их в виртуальную корзину. А при выходе из магазина со счета клиента автоматически списывается стоимость выбранных товаров. Только представьте, никаких очередей. Делитесь в комментариях теми значимыми событиями, которые, по вашему мнению, стали топовыми. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. А еще посмотрите обзор смартфона Honor 10 Lite и узнайте, из чего состоит камера. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok